Какие проблемы волнуют молодых ученых? Что связывает Петра I и Казанский университет? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Яна Маргарян. 24 сентября в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел слет педагогических кадров. Проект предпрофессионального образования «Новый педагогический класс города Казани» стартовал в сентябре 2022 года. Казанский федеральный совместно с Управлением образования города Казани открывает 19 педагогических классов и сотрудничает в проекте с 22 образовательными организациями города Казани – гимназиями, лицеями, школами и полилингвальным комплексом «Адемнар. Путь к знаниям и согласию». Более 400 учащихся педагогических классов собрались на педагогическом слете, а уже с 1 октября начнутся занятия по программе «Введение в педагогическую профессию». Данная практика предполагает проведение занятий по основам педагогики и психологии. На университетских субботах учащиеся будут встречаться с лучшими представителями профессорско-преподавательского состава института, аспирантами и магистрантами. Курировать же педагогические классы будут студенты-первокурсники, обучающиеся по различным направлениям педагогического образования. Для них это будет первым опытом в педагогической практике. Начало октября – это особая пора, особое время для тех, кто занимается образовательной, воспитательной деятельностью. В начале октября мы отмечаем День Учителя. И сегодня мы уже даем некий старт декатнику ко встрече этого дня. Я всех вас поздравляю с праздником, с праздником начала нового проекта, с праздником, с приближающимся праздником Дня Учителя. Дети проявляют большой интерес к педагогике и психологии. В частности, например, в прошлом году защитили 19 проектов индивидуальных по окончании 9 классов, что дало, наверное, толчок, когда такая вот мысль появилась, что есть необходимость создать психо-педагогические классы. Дети очень быстро откликнулись, интерес был уже до этого заложен. А педагогика почему? Я думаю, что есть необходимость в государстве у нас на уровне уже государства, а задача тем, что педагог есть в профессии востребованной, и ее необходимо как-то актуализировать, обновить. И еще раз обратить внимание, что без педагогов прогресса не бывает. В Казанской государственной академии ветеринарной медицины прошел круглый стол по актуальным проблемам молодых ученых в рамках мероприятий, посвященных 200-летию становления ветеринарного образования в Казани. 26 сентября в зале заседания в Казанской государственной академии ветеринарной медицины молодые ученые презентовали свои доклады по актуальным проблемам светил науки. Заседание традиционно началось с приветственных слов представителей образовательных учреждений и ветеринарного образования. Ректор академии Рустам Равилов рассказал об истории и становлении такой профессии, как ветврач, а также об организации первой такой кафедры. Действительно, 200 лет назад первая кафедра, вернее, кафедра, которая занималась ветеринарным образованием, кафедра скотолечения, была создана в Императорском университете. И, скажем так, она стала тем прообразом и, наверное, источником дальнейшего развития ветеринарного образования в нашем городе. После оглашения приветственных речей гости и представители Академии ветеринарной медицины приступили к самому ключевому моменту заседания – докладом. Восемь лекторов подготовили ценный материал для выявления и развития многих насущных проблем, которые непосредственно касаются молодых ученых. Тематика докладов была самая разнообразная – от деятельности молодых ученых и специалистов в Казани до опыта участия в конкурсах президента Российской Федерации. Одним из первых выступил заведующий кафедры разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев. Вообще за эту деятельность, 15-летнюю, было реализовано достаточно много серьезных проектов, не менее 30, и, так сказать, в этот пул мероприятий, которые проводили с традиционным советом, вошли порядка 70 тысяч молодых ученых. И сегодня одна из важных, так сказать, задач, которая координирует совет – это десятилетие науки и технологии, которые объявил наш президент в этом году. Напомним, что на сегодняшний день в Ассоциацию молодых ученых КФУ входит порядка 40 человек. Последний состав был избран в 2015 году, руководителем которого является Михаил Варфоломеев. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Петр Первый – величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти другого исторического деятеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего государства. Споры о нем начались при его жизни и продолжаются до сих пор. Какие же вопросы обсудили ученые на международном симпозиуме, узнаете в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит международный научный симпозиум на плечах гигантов «Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории». Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра Первого и тысячестолетию принятия ислама волжской Булгарии. Мне кажется, что очень важно, чтобы вот этот взгляд, он был сфокусирован не столько на, скажем, построении государства, хотя это тоже не менее важно, сколько может быть в контексте дня сегодняшнего проанализировать те социальные институты, которые были зарождены в тот период, и которые, возможно, требуют сегодня перерождения и реновации. Выбор тематики научного форума определил тот факт, что между 3000 годом до н.э. и 1800 годом н.э. в истории человечества можно найти более 60 мегаимперий. Их наследие не только вызывает закономерный исследовательский интерес, но и продолжает оказывать влияние на политические процессы и практики в современных государствах, многие из которых связаны с империями прошлого прямой исторической преемственностью. В связи с этим значительный интерес научного сообщества привлекает проблемы места и роли Российской империи, официально провозглашенной Петром I в 1721 году в истории мировых цивилизаций Евразии, ее связи с политическим и культурным наследием великих империй древности и средневековья, а также ее взаимоотношения с синхронными империями Западной Европы и стран Востока. Особое внимание в работе симпозиума будет уделено имперскому опыту как до Петровской, так и после Петровской России. За период, ну возьмем с третьего тысячелетия, по сути, около пяти тысяч лет, как развивались эти империи. Более 60 мега империй на сегодняшний день известно. И вот здесь это взаимодействие, оно как раз показывает ту мировую историю, в которой мы активно участвуем. В рамках заседания симпозиума обсуждался целый ряд вопросов, среди которых рецепция античности в имперской традиции России, изучение империй древности и средневековья в России, роль Византийской империи в истории и культуре России, восприятие имперского наследия до Петровской России, а также империи степной Евразии в древности и средневековье, империя чингизитов в истории Евразии, роль Петра Великого в становлении Российской империи, значение религиозного фактора в судьбах империи и имперский опыт постпетровской России в XVIII веке. Мой доклад будет состоять из двух частей. В первой части речь пойдет о древневосточных архетипах императорских титулов Петра Великого. Во второй части речь пойдет о вавилонском мифе российской государственности. Симпозиум будет проходить с 26 по 28 сентября, как в очной, так и в дистанционной форме. В работе конференции примут участие более 80 ученых из разных городов России и стран мира. Симпозиум организован Казанским федеральным университетом в сотрудничестве с Российским историческим обществом, Российским обществом интеллектуальной истории, Российской ассоциацией антиковедов. Программу форума можно найти на сайте Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета прошла волна традиционных школ-активоотделений 2022. Подробнее в сюжете. Школа-актива Набережно-Челнинского института КФУ – это ежегодное выездное мероприятие для первокурсников «Альма-Матер», где сотни юных студентов проходят игры на команды образования, слушают лекции от сотрудников института, выполняют задания в рамках различных тренингов и мастер-классов, наслаждаются лесным воздухом и просто проводят продуктивно время вместе. Очень рада, что попала на школу-актива. Мне удалось познакомиться со многими новыми ребятами. Я надеюсь, что данное мероприятие поможет мне отдохнуть и вступить в новую учебную неделю. Прежде всего, школа-актива КФУ – это возможность для каждого обучающегося «Альма-Матер» проявить свои лидерские способности, продемонстрировать имеющиеся таланты, обрести новые знакомства и друзей. Очень рады быть здесь, очень интересные конкурсы, очень веселые люди, обстановка и атмосфера вообще очень крутая. Прекрасное место, но я не знала о нем, но я рада здесь присутствовать. Несмотря на одну тематику проводимых мероприятий, каждое отделение провело свою школу по-особенному. Сожигательная дискотека, Орлядский круг, квесты, розыгрыш мерча КФУ и даже приз в виде воздуха из легендарной дубравушки. И еще много всего интересного. Но самое главное – это то, что огромное количество первокурсников всего за один день объединились в одну большую семью актива. Амир Ахтямов, Центр набережной Челнинского института КФУ, Универньюз. Свыше 200 студентов Казанского федерального университета стали участниками Всероссийского студенческого патриотического забега. Они пробежали дистанцию в 1418 метров, что символизирует количество дней, которые преодолела наша страна на пути к Великой Победе. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета продолжается серия лекций от зарубежных ученых. Накануне с будущими специалистами нефтегазового профиля встретился старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи научного центра мирового уровня «Рациональное усвоение запасов жидких углеводородов планеты» Халил Мухаммед Хаэль Абдулджалил. В Москве прошла международная конференция, посвященная инновационным лазерным технологиям и их высокотехнологичным промышленным приложениям. Аспирантка кафедры оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета Елена Черных стала лауреатом конкурса молодых ученых, проводимого в рамках мероприятия. На этом все. В студии была Яна Маргарян. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!